Это новости на государственном телеканале Западно-Армению. Здравствуйте! В этом выпуске президент Арменак Абраамян ответил на приглашение Кавсад. Арцахжив во Второй Армянской Республике стартует большой культурный фестиваль. Сегодня день освобождения Бердзора. О какой тайне хотел поговорить премьер-министр в национальном собрании? Эдмон Марукян раскрыл скобки. Армения в бронзовом веке. Сегодня Международный день музеев. История насчитывает 30 лет, когда во время Первой Арцахской войны ассоциация Барцунг 5165 решила организовать гуманитарные акции под агидой Овсепо Овсепяна. В состав группы входили в частности Клод Ерванда Рутюнян, отец нынешнего сопредседателя Южного отдела Координационного совета армянских организаций Франции Жулена Тиграновича Рутюняна. Присутствие Арменака Абраамяна на ужин и Кавсад не случайно. Президент Арменака Абраамяна вместе с сенатором Бриджит Девеза встретился с экс-президентом митрополита Марселя Прованс Мартин Вассал, мэром Марсела Бенуа Пайем, мэром Марсела Мохаммедом Лахилой. Они были очень заинтересованы в том, чтобы лучше понять позицию Франции и армянский вопрос права армян Западной Армении. Однако сегодня Франция тоже является президентом Европейского Союза, поэтому правительство Западной Армении, ее парламент, а также армянские общины должны учитывать эту политическую реальность. Этот ужин дал президенту возможность встретиться с руководителями ассоциаций и активными членами армянской общины. Эта встреча нужна была через два года после COVID-19, и они это сделали. Мозговой центр фонд Генесис Армения организует большой культурный фестиваль в Арцахе с 19 по 28 мая 2022 года, который будет включать в себя театрализованные представления, кинопоказы и большой военно-патриотический концерт. Непосредственным спонсором фестиваля является председатель Папетического совета Дженесис Армения Самвел Варданя вместе со своей супругой Анной Дадасян. Культурный фестиваль пройдет под агидой государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна. С 19 по 24 мая актеры театра Амаз Гаин посетят Степанакерцкую, Мартакерцкую и Мартунинскую общины, а затем проведут встречи и обсуждения с государственными структурами, деятелями культуры и зрителями. 18 мая 1992 года армянские войска освободили город Бердзор, соединяющий Армению с Арцахом. В то время это был коридор жизни Арцаха. 13 мая продолжилось сосредоточение армянских сил у села Заросли, расположенного между Шуши и Лачином. Связь с Лачином была прервана. 15 мая армянские войска атаковали высокогорное село Гюлаблуа Агдамского района. Азербайджанские войска, имея количественное и позиционное преимущество, противостояли. 17 мая армянские силы противостояли атаку азербайджанской армии в направлении Шуши, в которой приняли участие около тысячи солдат. 18 мая министр обороны Вазген Сарксян сообщил, что дорога, соединяющая Арцах с Арменией, открыта. Во второй половине дня представитель Минобороны Азербайджана признал факт падения Лачина. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения Эдмон Марукям в эфире общественного телевидения рассказал о том, о чем премьер-министр Никол Пашинян хотел поговорить в национальном собрании несколько дней назад, когда депутат из Аистан Армен Рустамян представил Николу Пашиняну публичное требование о его отставке, после чего депутаты от оппозиции вышли из зала. По словам Эдмона Марукяна, премьер-министр в то время хотел сказать, что когда Армения согласилась с мадридскими принципами в 2007 году, Армения признала недействительным референдум 1991 года в Арцахе, на котором Арцах провозгласил независимость, поскольку договоренность о новом референдуме уже была достигнута в рамках мадридских принципов. Статья полностью доступна на нашем сайте. Древние комплексы культуры раннего бронзового века Армения сосредоточены в бассейнах Кур и Аракс. В конце четвертого тысячелетия до нашей эры культура распространилась на юго-западные районы Армянского Нагоря, Иран и Северный Кавказ. Ни одна культура, зародившаяся в Армянском Нагоре, не развивалась так, как Кур Аракская. Причиной беспрецедентного распространения стали этнические сдвиги. На востоке и севере-востоке Высокогоря распространялась арцахская культура, которая в основном представлена поселениями. Железный век в Армении начался во втором тысячелетии до нашей эры. Высокогоря, богатые железными ресурсами, стали главными поставщиками сырья в Среднюю Азию, занимая господствующее положение. Среди известных памятников Железного века – Метамор, Шамирам, Двинг, Армир, Былур. По предложению Международного совета музеев, Международное сообщество с 1978 года провозгласило 18 мая Международным днем музеев с целью объединения музеев и использования их роли образовательных, культурных и развлекательных центров для населения. Каждый Международный день музеев с 1992 года имеет определенную тему. Ежегодно с 1978 года этот день отмечают более чем 150 странах мира, в том числе и в Армении. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.